Ханука и Рождество Существуют ли ангелы? Есть ли жизнь после смерти? Реальны ли чудеса исцеления? Можем ли мы получить сверхъестественную помощь из другого измерения? Описано ли наше будущее заранее? Сидрот уже 30 лет исследует загадочный мир сверхъестественного. Сидрот сегодня с вами в программе «Это сверхъестественно!» Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно! Сегодня у меня в гостях Джон Пол Джексон, и все это неспроста. Позвольте рассказать вам, почему. Сейчас наступил сезон Рождества и Хануки. Хануку также называют праздником огней. У вас наверняка стоит минор или рождественский подсвечник, и вы наверняка видели световые шоу. Но вы, скорее всего, никогда не видели такого светового шоу, которое видел Джон Пол Джексон. Это было великое зрелище, поскольку эти огни послал туда Бог. Их создал Бог. На той встрече присутствовало четыре сотни людей, и почти все, кроме полудюжины человек, увидели самое великолепное световое шоу, которое, как мне кажется, произошло благодаря тому, что туда прилетели ангелы, и полетали там немного, чтобы люди смогли увидеть эти огни. Но кто-то может сказать, что это мог быть какой-нибудь специальный трюк. Это могли быть, ну, к примеру, строболампы или что-то подобное. Но полдюжины людей подошли к Джону Полу Джексону после той встречи и сказали, «Мы не видели света». Но об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас мне хотелось бы поговорить с нашим гостем. Джон Пол, последняя ваша встреча, на которой я побывал, называлась «Откровение конца света». Я вспомнил историю о том, как к вашей матери пришел ангел. Что же этот ангел сказал вашей маме? Он сказал, что ей, наконец, удастся забеременеть, и у нее родится сын, который проведет покаяние 11-го часа, и что ее беременность будет знаком покаяния 11-го часа. А что покаяние 11-го часа значит для вас? Покаяние конца света, покаяние, посвященное тому, что надо готовиться к приходу Мессии. Вы говорите, что у нас есть еще 10 лет. Что случится через 10 лет? Правда ли, что некоторые события уже произошли? Что-то уже произошло в области погоды, политики, военных действий, экономики. Что, например, произошло с погодой? Давайте посмотрим на происходящее в мире с точки зрения геофизики. Совсем недавно в мире произошло три крупных землетрясения. Эти землетрясения произошли на Гаите, в Чили и Новой Зеландии. То есть произошло смещение литосферной плиты, а Господь сказал мне, что на Земле произойдет смещение литосферных плит, которое вызовет колебания, небольшие колебания во вращении Земли. Итак, литосферная плита в Чили сместилась на 3 фута. Такая огромная плита никогда прежде не смещалась на столь большое расстояние. Но затем литосферная плита в Новой Зеландии сместилась на 11 футов. Это очень крупное смещение литосферной плиты. Вы также утверждаете, что с погодой вскоре случится нечто очень необычное. Стройные течения в атмосфере сместятся, и погода очень изменится. Мы увидим рекордные погодные явления. Мы уже слышим о рекордном уровне осадков, рекордных ураганах, рекордной теплой и холодной погоде. Так, например, в Калифорнии в этом году было самое холодное лето в истории, а в Москве самое жаркое лето в истории. Повсюду на Земле можно наблюдать погодные аномалии. Так, например, в Пакистане сейчас наводнение. Дожди там не прекращаются уже свыше шести недели. Иран, похоже, даже не собираются покинуть этот регион. Я хочу задать Джону Полу еще пару вопросов. Израиль сейчас о себе дал знать Иран. Я имею в виду то, что некоторые иранские террористические организации сейчас владеют большим количеством ракет, реактивных снарядов и бомб, чем другие небольшие государства, расположенные неподалеку от Израиля. Что будет дальше? Бог вам случайно этого не показывал? Да, между Израилем и Ираном произойдет конфликт. Будет много взрывов, которые произойдут как в Иране, так и в Израиле. Иран будет атакован. Атака произойдет со стороны Израиля. Я не уверен, что кто-то к ним присоединится, но я знаю, что все произойдет по инициативе Израиля. Я знаю, что всем будет казаться, что Израиль не сможет выстоять в этом конфликте, но он выстоит, и это будет настоящим чудом. Бог вновь собирается протянуть руку защиты и руку спасения этому невероятному народу, который Он выбрал, чтобы тот возвестил о пришествии Его Царства. Они собираются вернуться, люди собираются вернуться. Если вы посмотрите, то увидите, как много верующих людей вокруг. Мой прадед был евреем, и мой дед был евреем, и они познали Мессию. Я знаю, что происходит, когда случаются такие вещи. Жизнь меняется, происходят изменения в мыслительных процессах, и начинают снова происходить сверхъестественные события. Вскоре вы увидите много их в своей жизни. Джон Пол, я верю, что вскоре еврейский народ переживет сильное возрождение. Так и будет. И тогда мы, еврейские верующие, создадим много приходов и церквей, и язычники возбудят в евреях ревность. Эти еврейские верующие будут подобны апостолу Павлу, подобны этим запечатленным в книге Откровения. Слово Господа снизойдет с Иона. Я верю, что все это произойдет, как будто 144 тысячи запечатленных тех самых девственников. Помните о них? Я тоже в это верю. Еще я верю, что все напряженные ситуации происходят только для того, чтобы еврейский народ выкрикнул, «Боже, если Иисус это Мессия, то дай мне, пожалуйста, знак». А что Бог показал вам насчет экономики Соединенных Штатов? Экономика США пойдет на спад. В 2011 году, кстати, вы увидите, так называемый экономический пузырь лопнет. Да, когда-нибудь он обязательно должен лопнуть. В 2011 году все будет очень плохо. В течение года положение американской экономики будет становиться все хуже и хуже. Большинство из пророчеств, которые даровал ему Бог, обязательно сбудутся. Вот поэтому я и пригласил его сегодня на свою передачу. Они произойдут в течение следующих десяти лет. Я просто убежден в этом, поэтому я и пригласил его на свою передачу. Но недавно его посетил Господь и показал ему ключ к тому, что Бог поможет нам, независимо от того, взрываются ли бомбы, что бы ни происходило с экономикой, что бы ни происходило с погодой, какие бы болезни вас ни поразили, что бы ни происходило на политической арене. Пожалуйста, Джон, расскажите об этом немного. Мы говорили об истине. Господь начал говорить со мной об истине. Он действительно ранним утром посетил мой офис. Я был там до того, как взошло солнце и писал о нем. Я вложил в это все свое сердце, взял все на свое сердце, во имя Бога и всех путей, по которым Он помогает нам, потому что Его слава, Его дела и Его имена неотделимы друг от друга. Он не тот Бог, который не приносит мир. Но Он не просто приносит мир. Он Бог Иегова, Шалом. Он приносит мир, и Он есть мир. Когда Он придет, наступит мир. Все Его имена — это путь. Когда я пришел к Иегове Мешпату, Богу Истины, у меня появилось такое чувство, словно мне на спину легла рука. Я почти ощущал пальцы той руки. Присутствие Духа Господня ощущалось так сильно, что мне даже не хотелось оборачиваться, чтобы посмотреть, кто был там. Я думал, что это был один из моих сотрудников, который пришел в мой офис, возложил на меня руки и помолился за меня. Я решил позволить ему продолжить молиться за меня. Я понимаю, много раз мне казалось, что моей головы касался ангел, а это был Господь. Почему же Он хотел, чтобы вы познали откровение справедливости именно в этот момент? Потому что в Священном Писании Он говорит об этом более 500 раз. Если пророкам надо было возвышать для этого голос, священникам надо было это обеспечить, а царям надо было осуществить процесс становления истины во всем их царстве. В 59 главе книги пророка Исаии говорится следующее. Никто не возвышает голоса за правду. Это четвертая строка. И никто не вступается за истину. Правда похоронена на улицах, и она покоится на улицах. Послушайте, мы не хотим, чтобы вы похоронили что-то еще в вашей жизни. С вами случалось довольно много несправедливых вещей. Несправедливости с деньгами, со здоровьем, связанные с женами, мужьями, связанные с детьми, с работодателями. Даже спустя несколько поколений никто не возвышает голоса за правду, потому что люди не знают, что могут это сделать. Но когда вы узнаете, как справиться с вашей несправедливостью, вы можете даже получить компенсацию. Надо понять, что мы сможем получить компенсацию от Бога в любой день. Мы вернемся через несколько мгновений. Это сверхъестественно. С вами Сидрот и Джон Пол Джексон. Я был очень взволнован, когда узнал, что Бог лично пришел к Джону Полу Джексону и сказал, что в ближайшие 10 лет на Земле произойдет много ужасных вещей. Но это не означает, что они коснутся нас. В этом и заключается ключ к пониманию этого. И все это связано с истиной. В Священном Писании об этом упоминается более 500 раз. Это в книге пророка Еремии. Там есть строка «Никто не возвышает голоса за правду», да? Вообще-то это 59 глава книги пророка Исаия. Да, книга пророка Исаия. «Никто не возвышает голоса за правду». Расскажите, какие несправедливости могут произойти в жизни людей, и как можно побороть их при помощи правды. Это происходит по двум причинам. Люди могут сами нажить себе врагов, ведь они совершают много плохих вещей. Но иногда вы не делаете ничего плохого, но с вами что-то случается, и в вашу жизнь вторгаются враги. Они вытягивают из вас жизнь, деньги, ваши эмоции, вводят вашего супруга, мешают вашим отношениям. Но это может происходить в течение долгого времени. Возвышать голос за правду означает просить Бога поддержать его престол. В Салмах говорится, что основание престола Божия строится на двух вещах — правды и суде. Если одно из этих оснований отсутствует, то престол опрокидывается. Этого не произойдет, и поэтому мы можем возвышать голос за правду перед Богом. Правда слишком многогранна. Допустим, ваша жизнь подверглась сильным испытаниям, и вы воззвали к Богу, и ожидаете, что на вас не зайдет сильное помазание. Или вы получите большое вознаграждение. Ведь если украдено пять долларов, то назад вернутся пять долларов. Если же украдено одна тонна, назад вернется именно одна тонна. Звучит справедливо, но это не облегчит вашу боль. От этого ваше существование не облегчится. Это не облегчит вашего эмоционального состояния. Это не облегчит тоску по потере вашей жизни, которая была у вас до этого. Так же, как это и произошло. Вот что делает Бог. И вот как это рассматривается в Священном Писании. «И воздам я семь раз вам за те годы, которые пожирала саранча, черви, жуки и гусеницы». То есть он воздаст в семь раз больше, чем они украли или съели, и это есть правда. Но это не вся правда. Это всего лишь ее часть. Бог может нам воздать гораздо больше. Например, одна дама из Огайи взывала к Богу, вопрошая, что произошло с ее браком, что произошло с ее семьей, и почему ее сын аутист. Она просила правды, но не знала, какой она будет, потому что иногда мы просто не знаем об этом. Это не одно и то же, как если бы вы получили доллар за доллар. Правда может прийти к нам по-разному. Лишь Бог выбирает, какой она будет. И в данном случае у этой женщины произошло... То есть все зависит от судьи, да? Да. От него и зависит, каким будет решение. Это он определяет, каким будет решение. Но вы же сами возвышаете голос за правду, и он дает вам эту правду. У той женщины решились не только проблемы с недвижимостью, но и ее сын за короткий период времени смог исцелиться от аутизма и снова смог общаться с людьми. Его состояние не просто стало чуть лучше, он полностью исцелился от аутизма. Вот что произошло. Правда, в ее случае заключалось заодно и в исцелении ее сына. Вы упомянули, что несправедливость связана с поколениями. Многие люди называют это проклятием, и это и есть проклятие. Допустим, когда из поколения в поколение в одной семье бывают алкоголики, и так повторяется снова и снова, это несправедливо. У вас же есть история о человеке, который перенял ваше учение и получил вознаграждение за все несправедливости, и что с ними происходило? Конечно, у меня есть много подобных историй. Известно, что проклятия могут передаваться третьему и четвертому поколениям. Благословения также могут передаваться третьему и четвертому поколениям. Поэтому, если у вашего прапрадедушки неприятель украл, например, миллион долларов, семья страдает от потери этих денег следующие несколько поколений. Происходит следующее. Правда просто ожидает, что кто-то возвысит голос за нее. Она может ждать этого в течение трех или четырех поколений. Так все просто, Джон Паул. Иногда мы пытаемся усложнить наше понимание Бога, но Бог хочет, чтобы все было именно просто. Он хочет, чтобы мы взывали к Нему. Вот почему Он говорит, никто не возвышает голоса за правду. Нам нужно взывать к правде. Еще у одного знакомого мне человека были проблемы с недвижимостью. Их прадед потерял свою недвижимость. Много лет прошло, и они все никак не могли купить себе дом. Их дед не смог купить себе собственный дом. Их отец не смог купить себе собственный дом, и они не могли купить его. Похоже, бедность передается по наследству. Да, это несправедливо. Конечно, мы взываем к правде, и Бог дает нам идеи. Бог дает нам понимание. И вот в чем заключалась эта история. Они в течение нескольких недель взывали к правде и смогли купить себе свой первый дом. У них осталось немного коммерческой собственности. Они не могли ни закрыть, ни попытаться продать это предприятие. Они были просто не в состоянии его продать, но все же они продали его. И к ним пришла правда. Их финансовое положение резко изменилось, потому что они воззвали к правде. По вашим словам, через 10 лет мы сможем воззвать к правде во всех этих областях. Кстати, вы говорили, что Бог показывал вам что-то и о золоте. Расскажите об этом. Да, золото резко возрастет в цене. Резко возрастет в цене. Вы сказали мне ранее кое-что. Не все золото, правда? Не все, да, золото. Что это означает? Это означает, что в казне США находится золото, которое золотом не является. То есть, часть золотого резерва США просто не покрыта золотом. То есть, вы говорите, что мы являемся только посредниками? Да, мы только посредники. Понятно. Но почему так важно, чтобы Америка за 10 лет поняла все это? Почему это так важно? Почему вы так рьяно хотите всем об этом рассказать? Потому что правда приходит в самый подходящий момент. Потому что судья знает, когда нам надо ее предоставить. Чтобы у вас появились идеи, которых у вас никогда не было до этого. У вас появятся новые идеи, которых у вас никогда не было. Появятся способы избежать проблем, о которых вы раньше даже не думали. Появится помощь, о которой раньше вы даже не мечтали. Бог хочет, чтобы вы стали думать по-новому и поверили, что это возможно. Это и есть часть правды. Бог хочет дать нам правду и изменить наш образ мыслей. Именно эта вера поможет вам победить бедность. Правда и эта вера помогут вам справиться с вашими прежними мыслями. И вы увидите, как к вам начнут приходить стоящие идеи. Мне кажется, что это просто замечательно, когда Бог дает о себе знать. Происходит ли это на стадионах, где вы выступаете, или же в Англии, где как-то побывал Джон Пол. В зале сидело 400 людей. Было время празднования Хануки и Рождества. Был праздник огней. Вы не видели, что это были за огни. Но это были огни Бога. Ведь сказал же Мессия, я свет миру. Оставайтесь с нами. Мы вернемся через несколько мгновений и узнаем обо всем поподробнее. Это сверхъестественно. С вами Сид Рот и Джон Пол Джексон. Джон Пол, как бы я хотел побывать в 97-м году в английском Саутом Гэмптоне, когда вы и 400 других людей беседовали на мою любимую тему «Естественное сверхъестественное». Кстати, я слышал ваше выступление, оно было просто поразительным. Но кое-что поразило всех еще больше, потому что во время вашего выступления произошло нечто, скажем прямо, необыкновенное. Я говорил о том, что сверхъестественное – естественно. Если вести активный образ жизни, то сверхъестественные события могут произойти и в вашей жизни. Они происходят не только с какими-то определенными людьми, или людьми, связанными с религией, но и со многими другими. Они могут произойти со всеми. Даже те люди, что смотрят нас сейчас, могут испытать сверхъестественное в своей жизни, если позволят Богу помочь им. На той встрече я говорил о том, как этого добиться. Одно из вещей, о которых я говорил, был свет, и почему Бог есть свет. Он – Отец Света. Я рассказал о том, как огромный пылающий огонь провел сынов Израилевых через пустыню, и таким образом Бог доказал свою светлую сущность. Когда я говорил об этом, в том зале появились огни. Я увидел их не первым, потому что они были у меня за спиной. Люди увидели их и начали показывать на них. Как вы слышали, в зале стало шумно, и этот шум становился все громче и громче. Я слышал запись с той встречи. Это было похоже на жужжание. Все летало, да? Они летали прямо над головой. Вас это удивило? Сначала да. Я подумал, что же это происходит? Но потом я сам их увидел. Сначала они просто летали по воздуху, а затем они начали кружиться. Чем больше я говорил о Господе, тем больше они кружили по залу. Люди наблюдали за ними. Одни люди поднимались на балкон, другие спускались с балкона. Люди буквально вскакивали со своих стульев. Секундочку, а откуда вы знаете, что это не было подстроено? Может быть, кто-то включил лазерные прожекторы? Это было всего лишь, ну, шоу, скажем. Откуда вы знаете, что все происходило на самом деле? Потому что Бог был очень мудр, и несколько людей, то ли шесть, то ли восемь человек, ничего не увидели. После встречи они подошли ко мне и сказали, «Мы не видели света». Что здесь происходило? Вы говорили о свете, но мы его не видели. Я сказал им, Бог благословил вас. Ведь благодаря вам мы можем доказать, что это сделал Бог, а не человек. Это сделал Бог. Это были не строп-лампы. Это был не свет лазеров. Это сделал Бог. И Он снова сделает специально для вас это же, потому что Он Бог правды. Вы никогда ничего не пропустите, потому что Бог даст вам нечто большее. Вот почему люди смотрели на эти огни. Я вместе с ним. Там были желтые, синие, красные огни. Было несколько разноцветных огней. Они занимали пространство в 20 с небольшим футов, а толщина их была где-то 6 дюймов, и толщина была от 4 до 6 дюймов. Они летали по всему залу, так что все видели, как кружились эти огни. И чем больше я говорил о Господе и о том, кто Он есть, тем быстрее они двигались. Это замечательно, Сид. Это просто не передать словами. Следующим утром у вас была еще одна встреча на эту тему, на которую пришло еще больше людей. Появились ли там эти огни? Следующим утром они снова появились. Так что же это были за огни? Это были либо ангелы, либо небесное воинство. Знаете, мне трудно определить, что это было, потому что я точно не знаю и еще не люблю давать определения. Но я точно знаю, что они были с небес. Они появились там благодаря деяниям Божьим, и с ними была сила. Опишите, что стало происходить с людьми, когда появились эти огни. Я верю, что это были ангелы. Что стало происходить с людьми, когда появились эти ангелы? Люди стали плакать. Я видел, как мужья и жены обнимали друг друга. В том зале ощущалась невероятная любовь и священное спокойствие. Но это можно было назвать священным спокойствием, только если смотреть с одной стороны. В то же самое время в зале царил невероятный шум от того, как люди наблюдали за этими огнями. А вы можете услышать его на компакт-диске. Люди говорят мне, вы должны поставить на диск специальную пометку «Не слушайте этот диск во время управления автомобилем», потому что даже слушая диск, можно почувствовать помазание Господня. Давайте минутку поговорим кое о чем другом. Хочу узнать побольше о том чувстве, которое вы испытали, побывав у Божьего престола. Это произошло 12 мая 1995 года. Я молился и внезапно услышал арфу. Следующее, что я помню, это то, как меня окружило неописуемым светом. Я понял, что этот свет был со мной и раньше, но никогда еще так не окружал меня. И тут внезапно он окружил меня. Я вдыхал его, и он начинал жить во мне. Он входил в меня, и каждая клетка моего тела оживал. Когда я стоял там, я буквально ощущал, как мои клетки разъединялись, а потом складывались вместе. Я оглянулся, пытаясь понять, где я нахожусь. Я оглянулся и встретился лицом к лицу с тем воплощением Господа, каким Он хотел, чтобы я Его видел. Я не говорю, что видел Господа, но я видел Его престол, и видел Его сидящим на Своем престоле. Я не видел Его лица, но от Него исходил неописуемый свет. Я был где-то в восьми метрах от Него. Я не стал кричать Ему что-то типа, «Привет, Бог! Как дела?» Я не сказал Ему что-то типа, «Дай пять!» Я был полон страха перед Господом. Я был полон страха Господня. Ведь Он дал вам право на покаяние 11-го часа. Помните, как Его матери явился ангел и возвестил Ей об этом? Это означает, что Он дойдет до самого конца и получит дар предсказания. Но чтобы дать предсказание, требуется удивительная сила. И Господь сказал вам что-то по поводу этой силы. Что именно? Он рассказал мне о ней. Я пожаловался, что мне не хватает сил, и Господь пришел ко мне. Вообще-то Он не приходил ко мне. Я только услышал Его голос. Он сказал, «Сын мой, я люблю дарить людям подарки, даже больше, чем они любят их получать. Но я слишком люблю тебя, чтобы подарить тебе подарок. Сейчас я не могу дать тебе его, потому что ты не готов его принять». Затем Он добавил, «Но если ты продолжишь идти тем же путем, что и сейчас, когда-нибудь, я смогу исполнить твою просьбу». Я знаю, что на Рождество и Хануков мы много думаем о подарках. Нравятся ли вам подарки от Бога? Если вы будете думать о покаянии и о том, как вам следует измениться, чтобы приблизиться к Мессии, Он вручит вам самые величайшие подарки на Хануку и Рождество. Ведь самый величайший дар — это свет мира. И Ешуа, и Иисус, царь иудейский. Он — самый величайший дар. Примите его сегодня. Примите его сейчас. Принимайте.